Милочка, здравствуй. Добрый день. Благодарю, что ты согласилась встретиться и ответить на несколько вопросов. Я всегда рада встрече с вами. Благодарю. Мила, скажи, пожалуйста, вот ты обучалась на программах у Кати и прошла годовой коучинг. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями и результатами. С чем ты заходила и к каким результатам ты пришла? Результаты, они похожи как на сказку. Я не ожидала сама таких результатов. Я вообще на самом деле за Катей наблюдала очень давно. Я уже не помню, в каком это году было. Помню еще 2000, ну, чтобы не ошибиться, ну, до 13-го года. Вот так вот. Катя когда-то опубликовала в Фейсбуке, приглашаю на завтрак в платье в горошек. Это было в Одессе. Мне так захотелось туда поехать. Я купила билет. Платье в горошек – это моя любимая тема. И, ну, как обычно, нашлись больше сил и обстоятельства, и я не поехала. Но за Катей я наблюдала давно. И вот мне интересна была вообще вот ее позиция. В моей жизни было очень много сложностей. Я трижды была замужем, у меня было двое детей. На тот момент уже четверо детей было. Я их всегда воспитывала одна, без отцов. И были у меня финансовые проблемы. Как раз в тот момент мои старшие дети поженились, у меня появились кредиты. И, ну, как бы одной мне было тяжело выходить из этих ситуаций. Как бы в моем окружении не было таких людей, которые бы меня подвигли на что-то. Были какие-то там, ну, подвижки, поддержки, но как-то они меня не впечатлили. И тут я увидела, у Кати есть много разных программ. И я первая программа, на которую зашла, это была программа «Включи жизнь на максимум». На тот момент я только ознакомилась вот со всей этой историей с дневником осознанности. Для меня это был взрыв мозга, для меня это все было непонятно. И я помню, тогда зависла на 16 ассоциациях. И, ну, долго я не могла с этим разобраться, но как бы вот тормоз была. А потом вот мне захотелось пройти эту программу еще раз, когда уже вот ты понимаешь, о чем как. И начались в моей жизни изменения. Начались изменения и в плане вот моей женской, как говорится, точки, потому что я была командир полка. И всем стоять, всем бояться. То есть у меня дети ходили по струночке. И мне захотелось, ну, понять, почему у меня не складывается отношение на то, что дело не в них. Я понимала, что дело не в них. Я понимала, что дело во мне, но надо как-то разобраться в себе. Опять-таки с этими финансами то у тебя все хорошо, а потом вдруг откуда ни возьмись такие кредиты появляются. И сидишь и думаешь, и что с этим всем делать? И постепенно вот начала я изучать вот все, что Катя дает на программах, что-то практиковать начинала, но мне хотелось чего-то большего. И потом, когда мне предложили войти в программу годовой кучинг, я думаю, да не, денег у меня столько нету, я вообще это не потяну, это вообще не для меня, но очень мне этого хотелось. И как оно так сложилось, и нашлись и деньги. И я очень, мне очень нравились ретриты, которые мы проходили. У меня были очень сложные отношения с моим сыном. Вот самое страшное, из-за чего я глубоко начала заходить и, в принципе, зашла в годовой кучинг из-за того, что у меня сын-подросток, ну, у нас доходило до того, что, ну, у меня была ненависть такая жуткая к этому ребенку, мне так хотелось уже куда-то побыстрее от него избавиться. У меня была мечта подарить этому человеку 18 лет чемодан и сказать, что все, забудь мой номер телефона, забудь, как меня зовут, я вообще тебя знать не хочу. Мы буквально через неделю встречаемся с этим ребенком, который сейчас живет в Германии. Он приедет забрать нашу кошку. У нас сейчас с ним очень теплые отношения. Он сейчас понимает, он сейчас начинает работать над собой. Он начинает понимать, что у него агрессия есть. Он начинает задавать мне вопросы и обращаться ко мне за помощью. Мне так вообще вот до сих пор, когда говорю, у меня даже мурашки по телу бегут. Когда он мне говорил, что ты никто, зовут тебя никак, ты мне в жизни ничем не помогла и что ты мне вообще дала. И когда этот ребенок мне вот с девушкой у него там что-то не складывается, он пишет, мама, подскажи мне, пожалуйста. Я вообще, ну, я просто прозреваю. И вот, ну, это приятно. И вот когда вот кошку надо вот было привезти из Украины в Польшу. Дети мои и младший сын и младшая дочь, они спонсировали это мероприятие, потому что я говорю, если вы так хотите забрать этого ребенка к себе, будьте любезны как-то вот вложиться в это дело. И вот они дружно взялись и вот с церкви там у нас тоже вроде как консультанты есть. И я понимаю, что есть вещи, которые и от меня зависят. И не могла я найти этого. Но мне настолько импонировала Катина поддержка. То есть вот наши встречи на годовом коутинге, они дают систему вот, то есть полностью менять мышление, то есть как ты вообще планируешь свой день, что ты делаешь, о чем ты думаешь, что ты говоришь. И вот это полное глубокое исследование себя, оно дает такие фантастические результаты. Могу сказать, что я когда заходила вообще вот в годовый коутинг, у меня на тот момент было пять кредитов. На сегодняшний день у меня осталось, скажем, полтора. Скажем, осталось полтора кредита. И, ну, я поставила цель вот Новый год вообще войти без всяких каких-либо там долгов. И планирую заниматься дальше изучением инвестирования. Пока еще своим бизнесом не планирую заниматься. Я наемный работник. Ну, как бы я не планировала ни переезд в Польшу, ничего. В моей жизни столько чудес. Вот я мечтала давно жить на берегу моря и среди гор, и моя мечта осуществилась. Причем так осуществилась, как я даже себе представить не могла. То есть я говорю, что вот годовой коутинг для меня послужил, наверное, первым шагом в сказку. И вот когда оно начало потихонечку изменяться, раскручиваться, меняешься ты, меняются события вокруг тебя, и меняются настолько интересно и настолько удивительным образом. Поэтому я вам всем советую, во-первых, заняться своей осознанностью, проработкой самой себя. И очень хорошо, когда рядом с вами будет умный, знающий наставник. И плюс ко всему, в годовом коучинге мне очень нравилась атмосфера, в которой мы находимся. Есть такие какие-то вопросы, вот ты где-то заткнулся, то есть преткновение какое-то есть, ты дальше не можешь идти. Ты либо обращаешься к Кате, либо вот девчонкам, девочке помогите. И на самом деле это такая поддержка, просто не передать. И на годовом, ну вот в Катиных программах я познакомилась с расстановками. Это настолько сильная тема. Мы проходили не один раз эти расстановки и исследовали свои цели. Ну, просто. Такие вещи, кажется, вот простые, но подход совсем с другой стороны, которую ты даже представить себе не мог, что так оно вообще существует. Поэтому очень советую. И, ну, как бы, это вообще совсем другой путь, совсем другая жизнь. И очень большие результаты. Мила, потрясающие. Потрясающие результаты. Я благодарю, что поделилась. Я очень радуюсь. Все же радуюсь. Вот. И отношения, и финансовая сторона, и окружение, и поддержка. Это всё действительно очень важно. И пусть твоя сказка прям не только первый шаг, знаешь, а с каждым шагом разворачивается. Всё ярче, всё красивее. Благодарю тебя огромное. Успехов. И пусть всё будет прекрасно. Спасибо тебе за это время. Благодарю.